Привет! Сегодня три у нас таких давних моделей у компании Спайдерка и собственно посмотрим на новиночку. Новиночка такая достаточно интересная, необычная по своим формам, ну в принципе для Спайдерка это популярное решение сделать что-то такое необычное. В 1978 году Чита Глессеров, Глессер это фамилия такая, осела в небольшом городе Голден в штате Колорадо и зарегистрировала бренд Спайдерка. Дело в том, что вдохновились они, как они говорят, спортивными машинами того времени. В названиях моделей часто встречалось слово спайдер и соответственно вот такой вот паучок стал логотипом компании. Спайдерка удалось запатентовать вот это самое круглое отверстие, которое называется раунд холл в клинке, благодаря чему этот элемент стал фирменным знаком компании и при разработке новых моделей, ножей, несмотря на то, что компания сотрудничала более чем с 50 ножевыми дизайнерами из разных стран мира, везде в общем-то фигурировало вот это отверстие в клинке, как определенная такая фирменная фишка бренда и я думаю, что ну очень узнаваемо запомнилось буквально всем. А дизайнеры знаменитые были, которые в общем-то и сами, думаю, хотели посотрудничать с таким мировым гигантом, как Спайдерка. Так вот это были Билл Моран, Кен Онион, Эрнест Эмерсон, Боб Терзола, Фред Перин, Боб Люмс, Фрэнд Сэнтофанто, в общем-то очень много различных дизайнеров, я само собой всех 50 дизайнеров не запомню и не перечислю вам. Вот, но в общем-то есть определенный парадокс у данного бренда, потому что многие модели выпущенной компанией Спайдерка с одной стороны стали общепризнанной классикой, я говорю сейчас про Милитари, про Эндуру, да и про многие другие, это считается в принципе классикой, такая икона EDC, например, и так далее, с одной стороны. С другой стороны, именно бренд Спайдерка, это та компания, которая принадлежит праву, наверное, первенства в одной из самых таких смелых на эксперименты, на креатив и вот одна из таких ярких моделей, которые, на мой взгляд, топ-оттверждают. То есть, с одной стороны, это классика общепризнанная, хотя не совсем может быть классические формы, с другой стороны, это вот такой креатив, эксперименты. Именно этот бренд, пожалуй, очень такой, ну готов к различным разнообразиям, к каким-то спорным решениям, к ножам, которые подойдут не всем и не каждому, но которые способны зацепить определенную какую-то, может быть, маленькую, но группу людей, ценителей. В общем-то, очень необычный, на самом деле, бренд, я думаю, что мы любим именно за это. Данную компанию. Хотя, конечно, понятно, что не все любят, но все же по популярности, когда мы проводим ежегодные голосования за тот или иной бренд, то именно по вашей такой вот общей любви, да, большинство голосов именно, в общем-то, паучкам здесь и уходят. Стоит сказать, что помимо отверстия в клинке, на самом деле, очень много инноваций принадлежит данному бренду. Ну, например, клипса, к которой мы так привыкли, на самом деле, впервые установилась на серийных, на складных ножах именно бренда Спайдерка. Также стоит отметить, что право первенства принадлежит и по установке порошковых сталей на клинки, тоже у компании Спайдерка. То есть, на самом деле, по разнообразию и широте ассортимента вот этих самых сталей, в том числе порошковых, у Спайдерка, ну, наверное, просто нет конкурентов. Вспомните, например, какие стали только не ставились на Спайдерка Милитари, ну, допустим, да, даже не знаю, по-моему, абсолютно все топовые стали, что есть в мировой ножевой промышленности. Вот, в общем-то, все ставилось на Спайдерка Милитари, там, спринт-раны какие-нибудь выпускались, лимитированные версии, в общем-то, но ставилось, ну, буквально все. Вот, назовите мне, какая сталь из вот порошковых, ножевых, например, да, даже пусть не порошковых. Вот что здесь у нас не ставилось на Спайдерка Милитари? Ну, только какое-нибудь барахло не ставилось на Спайдерка Милитари, да, все вот топовое, все такое премиальное, все крутое, все точно бывало на этом клинке. Ну, может быть, всё-таки среднего диапазона ещё бывало, но вот что-то вот, не было только самого какого-то откровенного, скажем так, барахла. Вот, в общем-то, и всё. Соответственно, на самом деле, не только это, то есть, если мы говорим про стали, это понятно, но чего стоит, допустим, спайдеровская заточка, вот эта вот сериторная, фирменный сериатор, Spider Edge, да, называется. То есть, это тоже, как бы, ну, именно такая фирменная отличительная черта, насколько он злой, насколько он агрессивный, как он цепляется за всё. Всё, это надо ощутить на себе, то есть, это словами так не передашь, на самом деле, очень-очень тоже крутой сериатор у компании Spider Edge, и тоже их заслуга. На самом деле, они стали первыми делать очень лёгкие рукояти для складных ножей, и в данном случае у нас новиночка, между прочим, не облегчена, то есть, стальные лайнеры здесь у нас немножко сэкономили, но это вы поймёте, почему потом. В принципе, смотрите, то есть, стальные лайнеры здесь не облегчены. Однако, у многих моделей, вот, например, у Military, здесь полностью отсутствует, видите, какой-либо стальной лайнер, то есть, он максимально сделан лёгким. Ну, здесь, понятно, замок лайнер-лок чуть-чуть присутствует. То есть, в принципе, очень-очень лёгкая конструкция здесь применяется, максимально всё облегчают. У Enduro тоже тоненькие, на самом деле, лайнеры стальные, все вот такие вот в пропилах, но я показывал неоднократно. Всё очень-очень легко, всё облегчено, то есть, вот-вот тоненько. С одной стороны, да, здесь поставили лайнер, с другой стороны просто G10. Это, в принципе, заслуга бренда Spyder, сейчас многие этим пользуются, но именно они первыми стали это делать, заменяя, в общем-то, стальные лайнеры на стеклотекстоли G10, как на новиночке в данном случае. Ну, стеклотекстоли G10, никого сейчас не удивишь, да, но также ставятся титан, карбон, очень выносливый, там, Zutel, пластик, да, такой, скажем, ставится вот на Enduro, но в данном случае у меня просто кастомные накладки сейчас применяются. А так, в принципе, Zutel здесь стоит. Вот, в общем-то, много, на самом деле, очень известных таких новаций. Знаменитый тройной клин на Spyderica Military, да и на других моделей. Вот, а, в общем-то, супер, как бы, оригинальные вот эти вот все формы, апофеозом, наверное, которых является Spyderica Civilian, на мой взгляд. Но это не единственная такая вот яркая модель у данного бренда. В общем-то, стоит отметить, что все патенты, которые там у Spyderica есть, все инновации, которые есть, они на самом деле произвели значительный вклад в развитие ножей, особенно складных ножей, прежде всего, чем запомнился этот бренд. Понятно, что у них есть с фиксированным клинком, но все же, опять-таки, не последнюю роль в их популярности сыграло то, что они снимались во многих известных фильмах. Причем, это не то, что там бренд Spyderica договаривался, да, это сами, в общем-то, режиссеры там, еще кто это решает, да, в общем-то, пользовались этими ножами для съемки своих фильмов. То есть, очень, на самом деле, популярны именно бренд Spyderica, что светился там в знаменитых фильмах, например, «Скалолаз», «Одиннадцать друзей Оушена», «Плохие парни», «Бойцовский клуб», «Странные дни», «Ганнибал», «Крикуны», то есть «Каратель». В общем-то, на самом деле, все их, опять-таки, не перечислить, огромное множество фильмов, и, пожалуй, опять-таки, пальма первенства именно у бренда Spyderica. Но, опять, почему? Потому что модели, с одной стороны, многие из них уже такая живая классика, с другой стороны, многие из них очень яркие, очень харизматичные, выделяющиеся, и, в принципе, неспроста их в фильмах и применяли. Ох, какая длинная подводка к новиночке у меня получилась. Дело в том, что вот этот нож – это достаточно бюджетный нож. Здесь даже как-то мы можем увидеть, если мы очень внимательно присмотримся, вот, 8CR13MAV Spyderica, и, с другой стороны, вот такая маленькая, скромненькая надпись «China». В общем-то, да, у бренда Spyderica есть свой завод в Китае. Они делают ножи, как оказалось, вот последнее время, кстати, которые попадают мне ножи, намного качественнее, чем раньше. Ну, опять, раньше каких-то больших претензий не было, но немножечко маленькие какие-то огрехи были, сейчас как-то они подтянулись в этом, то есть, все очень четко, и на начало пятоклинга заходит вот здесь лайнер-лок замок, и клин по центру, и так, в принципе, все очень качественно сделано, и, по большому счету, особо так вот, кроме того, что здесь не облегчено стальной лайнер, да, рукоять не облегчена дополнительно, я каких-то прям экономий больших вот по качеству сборки по такому не вижу. По стали, да, 80R13M Aviana чуть попроще, но это очень доступный входной билет в мир вот таких вот просто, ну, Spyderica это монстр, монстр ножевой промышленности, это, ну, знаменичий бренд, который вот прославился, и, в общем-то, вот это вот очень недорогой входной билет, учитывая очень даже приличный, на мой взгляд, дизайн, да, нож небольшой, средние вот моей ладони, в принципе, хватает, чтобы разместиться, но вот такой вот входной билет в мир Spyderica, или для тех, кто хочет, в общем-то, какой-нибудь себе нож, который будет не жалко, грубо говоря, там, убивать, да, там, может быть, не жалко потерять и так далее, то есть, вот, в принципе, почему бы и нет, причем вот нет каких-то таких явных огрехов, тут все так собрано, подогнано, клипса абсолютно идеальная, вот та самая спайдерская клипса, которая и должна быть на ножах Spyderica, но у меня она была изначально черная, потом отполирована, поэтому немножко отличается по цвету, но так абсолютно те же самые формы, та же жесткость, то есть, вообще никаких вопросов нет. Да, клиночек довольно компактный, но, как бы, смотрите, какой четкий клац, то есть, вот я, когда клацаю им, прям вот одно удовольствие, на самом деле, сейчас я так аккуратненько клацаю, да, то есть, вот прям четкий, такой уверенный, приятный, это такой даже какой-то, вот, не знаю, фирменный звук, что ли, у Spyderica есть, вот есть у них что-то вот такое особенное, в общем-то, 80R13MV, 57, 58 единиц по Ocula, 2.4 по обуху, 0.3-0.4 сведения, вполне себе приличные формы, за очень-очень доступный ценник. Стеклотекст Алиджи 10 адекватный по своей вот насечке, да, опять-таки, они бывают разные по своей структуре, текстуре, и вот здесь вот она такая, наиболее, пожалуй, адекватная, то есть, это вот тот самый Текст Алиджи 10, который должен быть, у меня уже немножко такой затасканный, да, но все-таки, то есть, вот это самое то, что нужно, потому что порой, когда делают там китайские бренды сами по себе, например, они, ну, делают все равно не ту, не ту насечку, вот то скользкая, то слишком, наоборот, злая, как бы вот тут вот все в меру. Осевой узел, здесь шайбы из фосфористой бронзы заявлены, ну, абсолютно не мешает это вот все, все абсолютно четко, и, как бы, ходу клинка вообще не мешает, то есть, ход очень приятный, очень плавный, нет никаких вот здесь вот скрижетаний, сучков, задиров, четкий детент, вот, вот, молодцы, качество сборки прям не подкачало. Позиционируется данный нож, как Everyday Carry, и, по большому счету, вот, претензий к нему каких-то нет, то есть, у него есть отверстие для темляка, он вполне адекватный в плане, вот, перестановки клипса, смотрите, мне очень нравится это у спайдерка, четырехпозиционная клипса, то есть, левша, правша, и, в принципе, клиночком, получается, вот, кончиком клинка вверх, кончиком клинка вниз, как удобно, всегда вы можете разместить удобное для себя положение, удобное раскрытие, опять-таки, тоненькое сведение, довольно тоненький обух, 2.4, как бы 0.304, это, в принципе, вполне себе адекватно. И я вам скажу, по личному использованию, 8 CR13 MOV, это нормальная, вполне себе сталь, у спайдерка она, в принципе, достаточно так вот сухенько закалена, то есть, если ей какие-то сильные боковые нагрузки на излом не давать, то очень даже она неплохо держит выносливость, дарёщая кромки, вполне здесь себе прилично, я не думаю, что кого-то из вас разочарует за ту сумму, которую этот нож предлагается, за ту сумму, которую он продаётся. Модель получилась, ну, с одной стороны, по сравнению вот с такими монстрами, да, вот такими ножами, это, как бы, получается, ну, вроде бы, ну, что там, ну, вы на спайдерка, ну, грубо говоря, хотелось сказать, там, не позорьтесь, да, не выпускайте вы какие-то дешёвые модели. А с другой стороны, а в чём, в чём, как бы, вопрос, да, то есть, качество хорошее, все такие фирменные черты есть, дизайн, мне, на самом деле, видится тоже очень приличным, такой вот и классический, и есть что-то необычное, какой-то вот такой, говорит, ну, мне лично нравится, и почему бы не сделать свои какие-то ножи достаточно доступными, потому что, ну, не всем это нужно, не всем, не всем нужно прям дорогой нож, и почему ваши клиенты могут иметь разные ножи, может быть, кто-то начнёт вот с такой модели, да, Astute, как она там правильно называется, ну-ка, англичане, которые меня смотрят на русском языке, Astute Pin, да, или как-то так, наверное, в общем-то, ладно. То есть, по коробочке, пакетик, там, всё это стандартное, и надпись China не особо-то заметна, как бы, вот, а по факту-то, и все вот эти вот фирменные фишечки спайдеровские очень приятно радуют. Классный нож, сбалансированный, за адекватный ценник, на мой взгляд, да, это стоит доплаты по сравнению с каким-то ноунеймовым, там, Китаем, однозначно вы получаете брендовую вещь, которая продумана, которая, ну, порадует совсем по-другому, лично, лично мне очень нравится, я доволен таким ножом, почему бы и нет, и то, что они выпускают новые модели, в том числе вот такие вот доступные, достаточно массовые, да, я так надеюсь, что будут они, почему бы и нет, я помню, как вот тот же самый, получается, у них был T-Nations, да, который, ну, очень завоевал любовь и популярность, и здесь у нас получается такая чуть-чуть более, наверное, узенькая модель, чуть-чуть более удобная для ежедневного ношения, почему бы и нет, я только за. Большое спасибо тем, кто поддержит мой видеоролик лайком, ну, автора, да, видеоролика своим лайком, надеюсь, вам было интересно, чуть-чуть истории спайдерка коснулись, переходите по ссылочкам в описании под видео на официального дилера компании спайдерка в России, посмотрите на стоимость, там все гарантии, гарантии, точно у вас будет оригинал, точно у вас будет гарантия на нож, все вот эти вот моменты стоит, в общем-то, тоже учитывать при покупке. Всем огромной удачи, всем счастливо, всем пока!